Моё мнение, кооперация «Городовская область» и «Россия» — это очень непростая организационная программа, которая требует определённой социально-политической позиции членов общества. Мы только в 20-м веке поменяли две политические формации управления, и, конечно, если взять эту историю в России, то там христиане и предвидители как раз создания оперативок. При советской власти под ЖКО были индивидуальные хозяйства, в основном, которые работали на востовой земле. Конечно, была земля, которая была закреплена и не только за казаками, потому что все понимали, на 2015 год казачье население — это 24% всего населения Донского края, поиска Донского. Туда входили уже с 1888 года и Ростов, и Таганрой, которые, конечно, принесли очень много и рабочего населения. Помимо того, что существовало простуды, как христианство, и даже в конце 19-го века казачество было на грани 50%, именно казачество. И уже, когда начинается коллективизация, это же создание практически кооперативов, колхозов, все индивидуальные хозяйства объединили в кооперативы. Но это было через кровь, это было через слезы, и мы знаем, что очень много людей было посажено. Конечно, колхозы свою роль сыграли восстановление разрушенного хозяйства после Великой Отечественной войны, и колхозы у нас начали развиваться в несоветской власти уже после войны. Они развивались динамично, но в какой-то момент, мы помним этот период застоя, это все остановилось. Ходит много анекдотов про председателя, да, слышали все, что там собираются, члены, так скажем, колхоза-коператива, но потом аплодируют машину кому-председателю, другую машину, брату-председателю, все поаплодировали, вот такая же операция. Такая же операция была следующего типа, это когда колхозы объединялись вокруг какой-то переработки. Допустим, МОГЗАВОД. В округ МОГЗАВОДА было несколько колхозов, которые туда отдавали молоко. При этом колхозы там никакого участия не принимали на протяжении. И они сдавали по мизерной цене молоко, и до чего потом, когда, я считаю, это ремонтуция, когда смена произошла, формация у нас практически прошла без прогуна. И это, наверное, даже председатели колхозов, они, наверное, кусочек сера директора средохода получали, но они принимали участие в формировании бюджета средохода, они не управляли средоходом. То есть вот у нас воспоминания о кооперации остались негативными. Еще раз, принцип кооперации, если кому-то из членов кооператива не выгодно, решение не принимается. Я видел кооперацию в Израиле, когда объединяются виноградовские хозяйства по кругу Минзавода, и они получают прибыль именно уже с провинции, именно уже с вина. И кибулцы, это фактически, как и радио, но там никто не хочет быть председателем от кибулцы, потому что с него спрашивают, а за плату он получает такой же. То есть, в принципе, у нас еще что было в колхозах? У нас каждую минуту все колхозы подворили поросеночка, коровку, и потихонечку из колхоза потягивали и кормили. В Израиле это запрещено, то есть там все общее, никто не держит ни корову, ни поросенку, он не поработал, вещи общие, детский садик общий, все общее, вот эта кооперация. Италия, например, приехали в 2015 году, попробовали перетащить сюда кожеренное производство, там порядка 100 членов кооператива. Мы с ними договорились, это под владельцами забот, кого-то не было, кого не было, вернулся и сказал, я не согласен, кооператив не принимает лишения. То есть, управление кооператива это сложнейший процесс. И основной принцип кооперации, если кому-то из членов кооператива не выгодно, кооператив не принимает лишения. Одному из членов кооператив не принимает лишения. У нас очень сложное идет создание кооперативов. По большому счету, вот в этом году мы только два кооператива профинансировали. У нас всего 67 кооперативов и 8 тысячи странских фермерских хозяйств. Это, конечно, мизер, это очень маленькое количество. При этом мы говорим, мы даем вам понять, что мы можем 70 миллионов безвозвратно получить, если вы создадите кооперативу, сделаете какое-то совместное производство. Движение очень медленное. Я считаю, это даже, наверное, и социально-политическое, это, наверное, больше психологическое, которое осталось достаточно уже на генном уровне, что если ты пройдешь кооператив, то председатель кооператива, тот же председатель Голлозова, он тебя обманет, он получит все планы, а члены кооператива и начнут обманывать. Вот в этом вся проблема, которая здесь есть. Очень сложно объединить. Вот приезжаем, допустим, в Церинский район. Вот животновод, второй животновод, третий животновод. Я хочу построить мясопереработку. Мне не подойдет. Объединить. По чуть-чуть сбройтесь, мы вам 70 миллионов добавим, мы сделаем переработку и вместе работаем. Бесполезно. Просто бесполезно. На психологическом уровне создать кооператив очень сложно. Я думаю, что мы быстро, быстрыми темпами не перейдем к созданию кооператива. Как вы знаете, у нас две формы. Когда появляется ягодник кооператива, который вокруг себя объединяет фермеров. Вот, допустим, мясоперерабатывающий комбинат в том же Песченокорском районе, который зашел, как ягод, и вокруг себя объединяет фермеров. Начали работать. Когда агро-стартапы, вот все маленькие, небольшие фермеры, они делятся по такую идею, это сложно. И вот через ягодник кооператива, как я пишу, пока процесс идет наиболее быстрее. Начинают сюда искусственно вмешиваться. Я не думаю, что нам это принесет пользу. Но, вы знаете, появится свет в конце тоннеля. После того, как Валентина Ивановна Матвиенко обратила внимание на фермерскую продукцию, началось решение. В том числе и у нас. Мы буквально на этом деле проводили совещание. Ну, одна из больших проблем, я имею в виду и кооперативы, и мы говорили о фермерах, которых у нас очень много. Это малые формы хозяйствования, у которых, конечно, если не считать продукцию зернового, которое покупается на рынке, никаких проблем нет. Если говорить, если фермеры начинают заниматься производством какой-то молочной, мясной продукции, у них профильность реализации. И у маленьких, и у больших. Мы постоянно обсуждаем, постоянно пытаемся решить проблему, пытаемся вывести их на сети. Как только мы на сети выводим, все, работа дальше и ничего не двигается. То есть сети выставляют такие требования, которые не позволяют продавать продукцию. Мы сейчас смотрим альтернативные и реализации продукции. При этом Российхозбанк инициировал создание электронной площадки. Это очень хорошее начинание. Там тоже есть еще много мест, которые слабо. Мы сейчас инициировали, чтобы без торговых для малых форм хозяйствования нестандартный торговый объект можно было устанавливать, вы получали 10 торговые места для установки нестанциональных торговых объектов в городе Ростове и в других крупных городах. То есть здесь каким-то одним действием невозможно решить проблему. То есть работа должна идти по всем направлениям. Прозвет в конце туннеля. Вот буквально вчера зашел документ, причем сроки очень короткие. Завтра, вернее сегодня, 9 декабря, мы уже должны позицию о целесообразности высказать регионально. Этот документ зашел нам из Совета Министерства сельского хозяйства, Департамента сельских территорий. И это связано с инициативой как раз Матвеевской Совета Федерации, который был высказан 22 сентября 2022 года. И здесь идет разговор о чем-то. Мы, между прочим, вот это проводили позавчера совещание о создании фермерского рынка, мы на это обратили внимание. Но федералы среагировали моментально. То есть они параллельно увидели ту же самую проблему. Это предложение по изменению основного понедельного аппарата для разработки постфермерской продукции. Первое. Терминные определения. Фермер, да, мы не пополимизировали, потому что такое фермер. Здесь они дают определение, которое мы также должны, наверное, посмотреть, обсудить и высказать свое мнение. Фермер, лицо, ведущее личное подсобное хозяйство, а также хозяйственное общество, хозяйственное товарищество, хозяйственное партнерство, производственный кооператив, потребительский кооператив, крестьянское фермерское хозяйство, индивидуальный предприниматель, являющийся субъектом малого предпринимательства, микро и малые предприятия. Микро и малые предприятия – это до 100 человек, работающих до 800 миллионов рублей оборотов. Это ограничение, что все, что выше, уже не подходит под понятие фендерства. Признаваемый сискоспроизводителями в соответствии с требованиями федерального закона. Фермер является изготовителем фермерской пищевой продукции для реализации потребителям и сохраняющих ответственность за соответствие этой продукции требованиям политических регламента от Таможенного союза. Дальше идет определение. То есть много страниц, я естественно все притчатывать не буду. Фермерская пищевая продукция. Что такое определение? Фермерский сыр. Фермерский йогурт. Фермерский творожный сырок. Фермерское творожное масло. Почему такие определения, не знаю? Почему именно на сырок и творожное масло? Фермерский творог, фермерское молоко, фермерское масло, фермерское ряда, фермерский кефир, фермерская сметана, фермерские сливки, фермерские мясные спири, фермерское мясо животных и фермерское мясо птиц. Я считаю, это правильно, что эти понятия водятся. Если мы пойдем по таковым точкам города Ростова, заходишь, написано фермерский продукт, он сразу в два раза дороже стоит. А почему он фермерский? Из какого мяса производится? Ну вот сегодня мы поговорили с коллегами, которые представляют продукцию, они говорят, а вот солями мы не можем произвести, потому что качество мяса, которое производят у нас, не соответствует тому, чтобы с него сделать солями. Мы покупаем мясо бразильское. Я вас спросил, почему не аргентинское мясо? Мы подумаем, можем, будем аргентинское покупать. Естественно, это уже под понятие фермерский продукт не попадает. А вот я обратил внимание, мы были в аргентине, почему их мясо вкуснее нашего? Ну потому что у них забой производится, когда бычок достигает 200-250 кг и не больше. Наши же коллеги и вы в том числе здесь находящиеся, пока 500 кг мы наберем, вычитали, кто забил от них. Поэтому, конечно, молодого бычета мяса вкуснее. И то, что касается кооперации, касаемо Аргентины, там у них вообще огромный, огромный аргентинский кооператив, огромнейший союз кооперативов Аргентины, или она называется ассоциация кооперативов Аргентины, которая объединяет огромное политическое. Там первый уровень, второй уровень, третий уровень. У них свои порты, у них свои пароходы, у них все. У них свои банки. То есть они достигли такого, объединяясь. И та же Италия, там кооперативы, которые помогли мыши им во времена, помните, когда на севере Италии коммунисты всегда побеждали. И наша коммунистическая партия оказывала им безвозмездную поддержку, вкачивала деньги в кооперацию как раз. Эти кооперативы развились и стали такими мощнейшими компаниями. А это кооперативы. Они уже выпускают сушку с технику и так далее и тому подобное. То есть кооперация при правильной организации, и мы видим это в других странах, как Финляндию вспомнит, там производители масла, в которых уже мировые проекты, много можно вспомнить кооперативов. К сожалению, вот я не зря цифру сделал и в дореволюционный период, и я не могу, конечно, более подробно все это, я, может быть, отрывочно немножко сказал, развить свою мысль. Но, к сожалению, у нас мы еще психологически, социально-политически не совсем готовы к созданию и быстрому развитию кооперации. И мне кажется, что даже теми мерами и поддержками мы можем увеличить в два раза сложности легко, можем в три раза, можем увеличить. Можем увеличить поддержку кооперации, если она будет развиваться. Но нам нужно самим определиться. Это сложно создать кооператив. Вот мы здесь сейчас сидящие, зайдем в другую комнату, а то сядем, и мы не создадим кооператив. Не создадим это говорить. По разным проблемам, по разным вопросам. Поэтому давайте больше кооперативов. И вот если люди не хотят кооперироваться, то ничего не поделаешь. Вот они 40% не хотят. А остальные есть над чем работать. Уже радует цифра 59% тех, которые хотя бы готовы задуматься. 40% честно сказали. А я думаю, не 40%, я думаю, 90% никогда не создадим кооперативы. Но процентов 10 людей, которые готовы работать с этим местом, я уверен, они есть. Дай Бог, чтобы не ошибался, и было больше. Правительство Ростовской области, Министерство сельского хозяйства, Депутатский корпус, Наша законодательная собратная государственная депутата, готовы поддержать кооперативное движение, готовы откликнуться, может быть, выдавить какие-то очень хорошие предложения, готовы их поддержать. Мы за кооперативное движение. Мы попросили указать причины отказа фермеров объединяться. И, честно говоря, беспокоились, что будет лидировать ответ об отсутствии капитала. Я не видел, я не видел вот второй странички. Что? Я говорю, второй странички не видел. Я не видел. А, да. Но, тем не менее, видите, все оказалось именно так, как вы говорили. Лидирует ответ о взаимном недоверии, о том, что не с кем кооперироваться. Здесь можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэтому такие цифры. Но что нас обрадовало? Отсутствие капитала выбрали всего 18,2% опрошенных. Кроме того, 27% сказали, что они не знают основы кооперации, юридической неграмотности их останавливают. Видимо, все-таки центр компетенции, который активную работу проводит в этом вопросе, информация о центре компетенции доходит до наших сельхозпроизводителей. Более 30% считает, что в кооперации нет необходимости, поскольку и так справляются. Но здесь нужно отметить, что отвечали в том числе производители зерна, которые, возможно, действительно не нуждаются в кооперации. Такие вот результаты. И вот если бы хотелось бы предоставить слово Шатилову Владимиру Валерьевичу, и спросить, насколько сложно было вам объединяться. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за предоставленную возможность высказать свое мнение, обменять свое мнение со всеми производствующими. Если коротко о пути пока еще до нашего кооператива, я являюсь председателем кооператива сельскохозяйственного агрария, у нас два направления деятельности – производство сыра и выращивание производства ядов – малины и ежевики. В 2019 году мы заложили посадки на культуру в Аксайском районе – малины и ежевики. И вот как раз в 2022 году мы получили первый, будем говорить, такой ориентировочный урожай. В основе нашего кооператива как раз были победители грантов «Агро Старта». И у нас получился некий такой симбиоз потребительского и производственного кооператива, потому что мы кроме того, что решение снабженческо-сбытовых организационных задач, оказания услуг, мы попытались и создать такую общую инфраструктуру, в которую отдельно взяты крестьянских хозяйственных, ну и будет не посилок, а и ряд экономических цельсообразных. То есть это система орошения, коммуникации, единое пользование, наличие необходимой высокопроизводительной современной сельскохозяйственной техники. И все это, конечно, больше плюс именно производственного, которое, еще раз повторюсь, имеет некий симбиоз потребительского производства. Мы пошли по пути максимально, как говорится, полного цикла. То есть мы выращиваем ягоду и пытаемся произвести некий готовый продукт. На данном этапе развития мы поставим шелковую заморозку и производим замороженную ягоду малины, которая, как нам казалось, должна быть как-то востребована на нашем рынке внутреннем, потому что производителей в России замороженной малины практически нет. У нас используется европейская, белорусская, китайская. Производителей российских пока нет, поэтому пробуем свои силы в этом направлении. Что касается проблем именно кооперации, кооператив – это всего лишь одна из организационных платформ, которые у нас разные существуют. И в первую очередь кооперативам присущи все те же проблемы, которые у нас имеются в целом. То есть мы работаем в том же самом пленочном пространстве, в том же самом правовом воле. И основные проблемы, о которых уже неоднократно сегодня уже Виктор Юрьевич говорил, это нехватка кадров, это проблемы со сбытом продукции, причем как розничным, как и оптовым, нехватка оборудованных средств и так далее. То есть это проблемы не только кооператоров, а всего, будем говорить, малого бизнеса. Если говорить о проблемах, присущих именно кооперативному движению, то вот здесь вот мы благодарны нашим уважаемым коллегам. Мы провели такое замечательное исследование, некий такой слез общественного мнения. И вот я хотел бы, да, покажем буквально коротко свое мнение и с учетом нашего небольшого опыта. То есть вот взаимное недоверие участников. Ну, это тоже, как я говорил, это общая проблема, к сожалению, присущего на сегодняшнем этапе развития наших взаимоотношений. Взаимное недоверие присутствует, оно, к сожалению, великое, и это показывает процентное отношение ответивших. Незнание основной операции, ну, это не должно являться каким-то препятствием, потому что, как уже, опять же, говорилось, есть центр компетенции, есть профильное министерство сельского хозяйства, где работают компетентные сотрудники, которые всегда в этом вопросе могут адекватную и консультативную, и практическую помощь привести. И поэтому незнание основной кооперации, и тем более как правовой ее оболочке, ну, не должно являться каким-то основной проблемой, из-за которой кооперативное движение не развивается. То же самое можно сказать о организационных сложностях, ответ тот же самый, то есть не это главное. Организовать помогут, все. Главное, чтобы было понимание, для чего вам это нужно. Чрезмерное нововложение тоже не проблема, потому что кооператив, это точно такой же хозяйствующий субъект, точно такая же организационная правоформа, и для него действуют все те же самые налоговые режимы, что-нибудь остальные участников рынка. Упрощенные системы точно так же могут быть применены, потому что чрезмерного какого-то нового вложения мы на себе не ощущаем. Отсутствие капитала для создания, ну, это проблема, опять же, общего. Любой бизнес, если только не какой-то там высокой негативной стартап, он требует каких-то начальных вложений какого-то стартового капитала, на что нужна была бы операция. А как раз кооператив и те существующие меры государственной поддержки эту проблему позволяют решить, потому что те же гранты, а край стартап, они предусматривают внесение части гранта в недельный фонд кооператива, на основе принесенных этих средств можно создавать какую-то инфраструктуру, получать какие-то возможности создать производство. То есть здесь как раз государство подталкивает и помогает создать тот самый первоначальный капитал, а в отсутствие которого то есть студенты заявляют только о серьезной сложности. Несколько карьироваться, мало желающих, мало достойных людей, но здесь опять возвращаемся к тому, что кооперация – это не какая-то другая планета, то же самое правовое поле, то же самое рыночное пространство. То есть да, найти единомышленников сложно, но здесь как раз в основе кооперации должно быть создание системы единомышленников. То есть участники этого кооперативного движения, они должны находиться примерно на каком-то одинаковом уровне развития. Это не обязательно финансовый уровень развития. Это понимание того, ради чего они собираются и что они хотят своими действиями получить, на какой уровень выйти. Не сколько денег заработать, а кем ставить результаты такого объединения, и перед ними могут открыться новые возможности. И вот еще был такой ответ, довольно много корреспондентов ответил, что кооперации нет смысла, так как мы так все самостоятельно можем делать. Но в данном случае тема нашей сегодняшней дискуссии – это мелкий бизнес, это микропредприятия, у которых средние предприятия, у которых есть вертикальные, вы говорите, это интервью-ководных ходов производства до сбыта, то у них, конечно, кооперации нет никакого смысла, хотя есть разные уровни кооперации, кооперации до международных. Но если мы сегодня с вами говорим о малом бизнесе, то как раз малый бизнес не может себе позволить то, что может позволить кооперирование. Объединение усилий, не обязательно, опять же, сложились там под 1000 рублей и что-то сделали. Кооперация, она гораздо шире. Кроме финансовых потоков объединения финансовых каких-то активов, это и общий менеджмент, и самое главное – объединение усилий, и возможность решать те задачи, которые представители у малого бизнеса решить просто невозможно. Ну и, резюмируя как бы и вот это вот исследование, и наш большой опыт, хочется сказать, что, конечно, о кооперации говорится много, но кооперация – это не какая-то волшебная таблетка, которая проводила, наступило какое-то молододенствие, счастье, и все ваши вопросы решились. Вы как занимались бизнесом, так и занимаетесь. Просто кооперация открывает какие-то дополнительные возможности, дает какой-то дополнительный инструментарий. и я думаю, что, ну и думаю, уверен, что за кооперацией, условно, в будущем. Спасибо. Уважаемые участники совещания, нам хотелось бы, как бы, Ванисон Струниеву Николаевичу немножечко рассказать об основах потребительской операции, которая нам является, понятно, самой мощностью, даже на сегодняшний момент организация, которая создана 195 по почти 200 лет назад, для борьбы с первой счетами, когда мы объединились и организовали магазинчик, бросили какие-то деньги, покупали там необходимые продукты, питание для того, чтобы жить. В советское время немножечко это все-таки и начали. Принудительно было кооперирование, если ты хочешь что-то купить, надо скупить потребительскую операцию, заплатить какой-то взнос и иметь какие-то львоты при приобретении. Ну, на сегодняшний момент получается, как бы, такое небольшое количество в организационно-правовой форме. Мы имеем пальчиков, которые приходят, понятно, что в свои магазины не пользуются никакими там условиями, которые предоставляют потребительскую операцию, но они являются пальчиками. Пальчиками, тем не менее, в потребительском обществе, например, сельхой или марафон, они не имеют, как бы, ничего, кроме своего голоса. То ли ничего и не решают, понимаете? Получается такая коллизия, вроде бы и пальчиков, вроде бы кому-то принадлежит. На самом деле, имущество потребительской кооперации принадлежит потребительскому обществу и управляет, по большому счету, один человек. Эти проблемы, конечно, не есть, они существуют. Ждем от принятия закона. Государственное время был создан закон, вернее, закон о комиссии по водоотоприи. Закон, который в последний закон был принят под потребительской операции в 92-м году. Пока ничего не изменилось, конечно, когда жизнь требует большего. Нужно что-то оставшееся, хотя бы имущество, как-то привести в соответствии с сегодняшним днем. Или пальчиками, или чем-то, какими-то далее. Ну что, пальчики имеют голос и, согласно закона, имеют право выплатить 20% от прибыли, 20% от прибыли после уплана всех налогов. На сегодняшний день большинство предприятий даже поровлетит более на 70% убыточно. Ну, то есть проблемы, конечно, не есть. Но тем не менее, порядка операции работает, существует. На сегодняшний момент у нас 240 работающих магазинов, 340 магазинов у нас дали в аренду для того, чтобы как-то выживать, честно говоря. Более 200 магазинов на сегодняшний момент закрыты практически. Но, тем не менее, осуществляемые закупоченные деятельности, закуплено товаров более чем на 300 млн. рублей. Производственная деятельность у нас есть 4 завода, около 10 пекарен, которые работают, это мы произведем завод по 6 тысяч тонн хлеба, для водолочных изделий. Естественно, платим налоги. За 11 месяцев уже уплачено более 200 млн. налогов. Среди бюджета. То есть пока мы работаем, мы существуем, и есть как бы небольшие перспективы для развития. В частности, видя, он со временем создали, в 2006 году, на базе Октябрьского района сельскохозяйственный потребительский кооператив «Донские овощи». Ну, многие уже знают. Понятно, он работает за это время. Заготовлено, переработано более, где-то около 4 тыс. тонн. овощей, плодов, фруктов. Снабжает две школы, пять школьных, больше денег, практически всю социальную сферу района. Ну, вот это, ну, как бы создавая, как и родил, мы привлекли 10, более 10 млн. субсидий, которые положены нам именно эти 60%, мы вложили всем около 7 млн. своих средств. Опять, не нужно это взять, эти 7 млн. Поэтому Бонону практически пришлось пожертвовать Октябрьским район ради создания вот этого потребительского кооператива. Ну, он хотя бы работает и приносит пользу как Байону, социальной змеи, так и в том числе и байщикам по кооперативу. В частности, там есть фермы и так далее, которые получают такой в виде, там, реализованной продукции. Сергей Николаевич, извиняюсь, Октябрьский кооператив, он не потребительский стал, сельским кооперативом? Он стал сельскохозяйственным, потребительским кооперативом. То есть, это слово потребительский осталось? Да, сельскохозяйственным, потребительский кооперативом. Ну, вот как-то так, потому что, как раз ко всему, если говорить, конечно, о том, в сельской местности. Я уже сказал, что на 70% она выточна, что очень, конечно, повлияло, в первую очередь, за онлайн-кассы. Все знают, введение системы «Честный знак». Это для честных людей. Введение системы Меркурий. То есть, за эти два года назад были понесены очень большие затраты на вот это приобретение, всего этого необходимого для введения отлично требования. Ну, это у всех, не только у потребительской, как раз, вы это прекрасно знаете. Вот. Ну, как мне? Сергей Николаевич. Вот, на мой взгляд, самым продвинутым потребительским обществом в Ростовской области была Миллеровская. Но вот после ухода из жизни безотносной нашлись там последователи, приемники? Что с этим кооперативом, который был очень такой, многоотраслевой, и переработка молока, и кондитерка, и хлеб, и сеть магазинов действующая? Все, вроде бы, получалось, и прибыли они получали. Ну, я вам объясню ситуацию. Значит, Миллеровская селька была с оборотом более полумиллиарда рублей. Это оборотом совокупного грима. В связи вот с соответствующими требованиями на сегодняшний день или на общей системе налоговложения, то есть, платили все налоги, в том числе налогов, мы сейчас сделали травление, разграбили это потребительское общество на несколько кооперативов. И чтобы применять упрощенную систему налогообложения, это Мачевская селька, Гриборожская кооператива, и Миллеровская селька. Магазины все остались практически целые. Это около 20 магазинов просто произвели травление. И, кроме того, на базе селька создали Рому, Молчатого Калксинбаэ, которая занимается закупкой производства молока в качественных оградениях фермеров всех северных районов Чарьковского, Миллеровского, Шолоховского и так далее, и производит молоко молочный продукт. Сделали очень большие уважения. В прошлом году только было вложено более 20 миллионов рублей при выявлении этой наработки масла, Также делаем для социальной сферы молочные напитки, молоко, сметану, творогу, сырки и так далее. То есть вот это как бы отдельное подразделение, но за этот год уже переработали более 500 тонн молока. Есть негативные, конечно, после выхода совершили сильные моменты. Ну, конечно, у нас были очень сильные руководители. Но, тем не менее, оставили как бы тот же во главе, но принимали только люди, которые тоже с ним проработали, очень зрительно обвиняли. Ну, и тоже один из негативных моментов, ну, я не говорю сейчас о снабжении, а о школьном питании такое очень много вопросов. Мы в Миростово районе отказались от школьного питания. Мы обслуживали около 17 цехов, две школы. К сожалению, она просто улучшена. Я представляю кооперативу Мечнокурского района Разволгина. Мы очень молодой кооператив. Послушала, что только завтра исполняет 4 года. Но все 4 года деятельности мы участвовали во всех всевозможных конкурсах по господдержке и пользовались субсидиями и гранами, которые предлагали Минскому. Это привело к определенным финансовым результатам. Положительным. Оборот кооператива до 4 года увеличился в 8 раз. Начинаем с 6 миллионов, а сейчас он в 64. В чем тот смысл? Снимаемся мы за кубкой молодых аргумов аргументского скота мелкими партиями, формируем все на площадке и продаем членов кооператива руку посторонним в организации. В первые 2 года полтора семья все реализовывали только те, кто будут кооперативы. По заявке закупаем телятки, привозим, проводим все единое мероприятие и продаем им партию кому что нужно. В первый же год закупили первая партия наших по 80 столов. Мы и в детстве, когда у нас приняли постановление по господдержке все детям операции, мы тут же и воспользовались. И половую стоимость этой партии смогли себе вознести. На эти средства удалось закупить уже следующую партию и не в рамках господдержки реализовать ее сторонним организациям, просто на церкви и получить новую, что мы здесь помним. На второй год деятельности мы продолжили этот опыт. Закупили уже 100 баллов и просубсидировали их. Естественно, деньги вложили опять вот эти деньги. Третий год деятельности уже бизнес по реализации телятки поставлен на ноги и решили расширить еще более свою деятельность. В этот год мы получили два результата поддержки. Субсидию, но уже не на ЦРС, а на приобретение сельхозтехники. И вот в этом же году мы получили грамм. 16 миллионов. Грамм получили в рамках программы для развития материал-технической базы сельхозпроек и кооперативов. И привели три техники сельхоз и весы. Площадка у нас, мы покупали площадку у собственника, которой была не способна содержать скота. Чем могли бы, демонтировали, но весы это была проблема для развешивания. Купили современные весы с компьютером. Это позволило улучшить реализацию и сдержание скота. И три единицы техники. Потом решили, что трех недостаточно. Улучшена кооператива, увеличилась по голосу. Появилась потребность, во-первых, дополнительный выруч, прошли прописки его деятельности. Сами понимаете, бизнесмены, что на одном виде деятельности не будет уедешь. То есть, нужно еще дополнительный доход в кооператив. И взяли технику для оказания услуг уже не только по животноводству, но и растереводству. Покупленные две единицы техники, он заказывает услуги в области растереводства, а не упорка. Ну, не упорка, а именно упорка для медленных угодий, посева урожая. Также мы оказываем не только членов кооператива, но и сторонним организациям. Члены кооператива у нас получают услугу поиски стоимости и на сторонней организации, естественно, снахер. Вся выручка транса года распределяется в мере думы, стилы и участия. Так, период существования, четыре года, первый восемьдесят голов год был, а сейчас, на данный момент, вчерашний день, мы смогли реализовать две тысячи двести голов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, вот надо сказать, что Песченокубский район – это самый кооперативный район в Ростовской области. Там несколько известных потребительских кооперативов, причем там не одна бойня для мясного скота. И вот на площадке в Развейном мы уже дважды проводили день кооператива, приезжали фермеры не только Ростовской области, но и Краснодарского края, Ставропольского края, чтобы поучиться. Вот в предыдущий раз, это было месяц назад, как раз, там мы встречались, смотрели технологию откорма, получение при весах полтора килограмма на откормочной площадке у членов кооператива и прочих полезных вещах. Клуб «Агрознадоклуб» проводил вот такое вот мероприятие. Спасибо. Да, конечно. И как, но понимаешь, что не понимаешь, что нашу речь идет. Чем же суть кооперации здесь? Я мучен, они не дополню. Чем? Там Купилин, здесь Клазарин. Смотрите, 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 мелкий фермер, который находится на территории района, привезли 20 голов за водяж, а мы все знаем, что в Ростовской области, ну нет применных потяги. Ну, один-два. Один-два. Ну, я как кооператив везу 100 голов, или везу 20 голов. Логистика одинаковая. То есть цена доставки, сколько там было, километр, с Луганска. Для кооператива, который нанимает машину и собирает вот один фермер, второй, третий. Ему должны 20, 15,000 кг. А на лухашечке вообще берут по две головы. Для размашения. Он им 2 головы, 2 головы, или даже 20 привезти на них машину, это будет стоить около 100 тысяч. То есть на каждый килограмм веса, который привезут, ложится вот эта самостоятельность. Кооператив привозит 100 голов в машине, разбивает на мелкие партии, и они забирают 20, уже платят за логистику не полностью за машину, а именно согласно того веса, который они купили. Не поняли? Вячеслав Николаевич, Вся суть в том, чтобы привести плепной сход хороший, который будет давать большие перемесы. Не смешно, мясное. Не смешно, мясное, да. Не смешно, мясное. Не смешно, а не смешно, а это не смешно. Переходим, у нас сейфы. Для начала пойдем, причем. А не на берутся сейфы. Первое, там что-нибудь на логистике, потому что все, кто обращается, не 20 голов везти в фермер вас покупал, мне нужно 25 голов. И чтобы тут привезти этот орган, во-первых, скотовой, чтобы найти, который поедет туда и повезет 20 головок. Анатолий Кузьмин, директор Украины. Сегодня, друзья, это лидер. Может быть, это лидер. Что вы понимаете, как они начали. И все это основные. Это вообще вам ради меня. Если вы в состоянии, где здесь сидели, оказывается, то что вы имеете в виду? Как что вы имеете в виду? А выйти потом... Нет, 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 правильно. Есть у нас члены кооператива? Можно ответить? Не мешайте, пускай Ирина Викторовна ответит. Она хороший финансист, кстати говоря. И она по экономике очень хорошо ответит. В первые два года члены кооператива были только хозяйства, которые находились в территории района Пушенковского. На третий год у нас появился Мамикловский сайт в Канитарский район. И 30% людей как раз на получателях. У которых есть, во-первых, акциональная потребность по соглашению. То есть, они важны плотную. Либо то, чтобы вы эти сбросы собирали. У них конкретно мясное поголовье таким-то весом столько-то головок. Они приходят, говорят, нам нужно какое-то такое-то поголовье таким-то весом столько-то головок. И привести к этому периоду. И мы собираем третий заявок. Сейчас вот на площадке можно содержать до 700 голов. Единопременно. Они у нас его покупают. То есть, у фермера, во-первых, нет проблем с тем, что у него валер-головок подойти это поголовье. Его еще мыло. Еще и по цене заявка есть. То есть, не дороже, не дешевле такого, не дороже такого. Спрашивает. Любовь медная, железная. Спрашивает. Кто получает грант? Грант положительный ромб. Мы с членами оператива. Но членами оператива, когда получают грант, друг друг, как говорили, в общее собрание, голосуем, что мы участвуем. Потому что, по закону, у нас субсидиарная ответственность. То есть, если кооператив не выполняет соглашение по каким-то неважным причинам, то отвечает за последствия данного решения. Мы все. Если кооператива, когда мы получали грант, то кооператива влашет. Помогали, не хотели. Ритм взять не смогли. Протели у членов, скажите, у нас 60% с этим антирой. В конце года, только кооператив получил, то есть, что у него встябленность на процентном отношении распределилась к членам кооператива. Это один из вопросов, от чего не идут люди в кооперацию. Любой бизнесмен, когда приходит, он сразу спрашивает, а что я по этому получу? То есть, что будет в конце? Ему неинтересно там развитие сельскохозяйства будет. Он уже видит финансовую результат. Что в конце года, буквально у него на расчете будет пубиллион. Тогда он без накида будет раздавлен. Если вы не можете в этом обеспечить, он не будет в этом участке. Каждый будет получать выгодку. Мы знаем, что кооператив, который возглавляет Анастасианец и Дионис Янисович, он получает кредиты. Какие есть особенности, может быть, что важно для кооператива, чтобы получить без проблем кредит? Можете поделиться в своем подвиге? Мы ведемся, уже даже не помню, я сначала с основанием оперативов, пользователей Сбербанка и Роскутбанка. Вообще, мы не в Центре ЕС, но в Центре ЕС это не медитует, потому что мы не коммерческая организация. Поэтому поговорим про Сбербанк и Роскутбанк. Сбербанк мы через год пробовали, потому что поработали, не понравилось, забыли, что было не очень хорошо, еще раз попробуем. Сейчас остались только декабряки на Роскутбанке, и уже третий год, по-моему, придется только там. И я думаю, что дальше будет, ну, если так продолжаться, мы будем дальше нам переставаться. Что хотелось бы сказать? Офисы поменялись, стали красивыми, но не Центральный офис расстроен, а вот у нас Сенгарковский. И в этот момент что-то в банке произошло хорошее, я не помню, это точно мероприятие, но, в общем, банк обещал стать лучше, быстрее, оперативнее и так далее. Мы тогда поднимали разные вопросы, ну, у нас трудности работы с банком. Что изменилось? Во-первых, время рекомендации заявки, то есть с момента, буквально три дня назад у нас был клиентный комитет, нам много положительных. Прошло с момента, когда мы подали документы до этого, самого положительного решения, около месяца. Ну, как бы это так, и у меня бухгалтер, ну, не она принимает решения брать ее как бедит, но, в принципе, я хотела брать, в том числе, из-за этой отчетности, дополнительную. Ну, она, наверное, давай ее подделать. Но вот уже сейчас, в этом году у нас получается, мы раз в полгода подаем отчетность, плюс документ, наоборот, связанный со справками, как раз так вот от настоящего понималось, мы перестали носить бумажки, с печати, и все это с помощью электрооцировой комиссии. В принципе, по поводу самого процесса, относительного процесса, возможности продаваться, понятно, что нужна выручка. Если у вас есть, так скажем, какие-то просроченные дела, это плохо. Лучше вам не быть членами, лучше не быть, заниматься тем, что вы справитесь в ситуации, ну, по сути, брать бедиты, отдавать их, потихонечку это все управлять, сидя, и сам не занимался, может быть, проблем не было, но я знаю, что, как это делается. Вот. Залоги. Понятно, что нужен залог, есть гарантийный фонд, и, ну, как бы, жить и работать можно. Ну, у нас тоже, как бы, на потоке, мы просто делаем это. В общем, нет проблем, я думаю, что это просто 36% со слайдами. У меня, пожалуй, все. Спасибо. Добрый день всем. Ну, я в начале несколько фраз хотел бы не говорить о том, что ждет. Ждет то, что закладывает Министерство сельского хозяйства и правительства. Мы всегда все это поддерживаем и стараемся, чтобы оно вовремя доходило. Это первое. Но я бы хотел вот к истории вопроса чуть-чуть вернуться и не повторяется. Григорьевич тронул еще казачьи, скажем, все дела наши, когда эта операция уже была. Сергей Николаевич чуть попроще, попозже, 195 лет назад вспомнил то же самое. История вопроса. Видим, как давно я вам еще один пример приведу. Вот мы что-то с 3-го, уверен я с 1-го, с 30-го января, да? Ну, в декабре, или с 2-го, по 10-е, более 1-го. А в 23-м году Владимир Юрьевич Ленин в это время и я, с 3-го по 5-е января, написал статью о кооперации, о кооперации сельскохозяйственной социалистической, где он посмотрел «Путь возрождения сельского хозяйства на социалистической основе». Ну, а потом мы помним, что случилось там, и вот как раз Виктор Юрьевич сказал, что мысль была хорошая, правильная абсолютно, но потом видно, в связи с тем, что стало единственное направляющее и организующее, немножко все мы это перевели на другой угол. Потом пришли новые времена. Вот Александр Максимович, наверное, принимал участие в 95-м году, когда закон вышел из сельскохозяйственной кооперации, когда мы думали, все, сегодня, сейчас мы все вместе и все сделаем. К сожалению, так не получается. К сожалению. Хотя сама по себе идея хорошая. Вот Геннадий Александрович Пискунов на меня не обидится. Вот он у нас занимается свиноводством. Знаем, простите, да? Сын у него занимается растеневодством. Так вот, сын говорит, «Батя, мне надоело твое животноводство, свиноводство. Давайте его кирканем, а будем только заниматься растеневодством». Я это к чему говорю? К тому, что вот как раз-то вот эти люди, которые сделали декоратива, есть дети, это вместе не выгодно. Какие бы мы красивые законы не писали, какие бы мы красивые поддержки не делали, конечно же, энтузиасты, они были, есть и будут. То, что мы в Аксальском районе стишем, то, что в Пешенокопском районе есть, но вместе с тем, только вместе. Конечно же, вот когда смотришь на опрос, вот, вот, может быть, конечно, нужно и руководство, и догадательное, они просто сказали, а что ж все эти темы, то здесь вот, от кого это зависит, что нужно, что нужно, вот какой-то закон. Вот Виктор Юрьевич зачитал-то это, родилось все и где? Ну, вот Николай Иванович, что автор, может, не завтра. Пришло оттуда и говорят, сутки вам, ну, я не хочу ничего, не смотрите, быстренько выскажите свое мнение. Правильно? А, правильно? А, наверное, же опять где-то, опять где-то и перекосим, или не докосим, наоборот, и наоборот, и так далее. Поэтому, вот Владимир Иванович, точно так же, сколько я его не убеждал, лет пятнадцать назад, займись молочным скотоводом. Он меня внимательно слушал, смотрел на меня, как, непонятно на кого, лет пятнадцать, лет десять прошел, он сам к этому прошел, никто не убеждает, никто не приезжает, красоту и тут смотрит, да, молоко за тридцать рублей, литр, животноводство, органика нападает, и так далее. И ни с кем не хочет скопилироваться. Вывод какой? Чем богаче, тем меньше, мне не считать оружие. А куда же тогда все это занимать? Все равно-то нам нужно этим заниматься, понемножу мы должны. Поэтому то, что касается, я больше не буду. Но то, что касается, конечно, бесподдержки никогда, ни в чем, никто, даже и крупные сегодня, все живут в кредит. Виктор Юрьевич сказал, из Аргентины, давайте Европу возьмем, и тот же Израиль. Все в кредит живут. Все живут в кредит. Придом кредит, при сегодняшней инфляции, мы понимаем, он позволяет развиваться. Так что-то далеко. Николай Александрович. Александр Евгеньевич, премьер. Придит живет на депозите девушки, которая подходит на расширенном здравоохранении. Нет, это первое. Александр Евгеньевич. Все. Поэтому, выбрать эту форму, конечно же, никто, никого никогда не заставит. Только совместно можно работать и чего-то здесь добиваться. то, что касается законодательного собрания, то, что касается поддержки, ну, я думаю, уже сегодня говорили об этом, ну, думайте, 8,8 миллиарда, мы чуть уже добавили там, да, в этом году на поддержку в целом архомышленного комплекса. Друзья мои, кому-то это может показаться мало, да, здесь 2,8 комплексного развития сельских территорий, но думайте, какая цифра, начиная от того, от христианско-фельдовских, от молочного, мясного и так далее, и так далее, в том числе более 90 миллионов, и в том числе на поддержку кооперативу. Но главное, чтобы эти деньги были израсходов, и потом, чтобы была отдача. Мы сегодня говорим, что у нас 560 тысяч личных подсобных хозяйств, да? Да, чуть больше. Ну, примерно так. А мы сегодня говорим о другом. А сегодня у нас молочного скота в этих личных подсобных хозяйствах становится меньше? Меньше. Мясного скота становится меньше? Меньше. Почему? Потому что сегодня старшие, кто раньше содержал, кто занимался, кто для нас примером был, они сегодня не в состоянии, не в состоянии. А молодые? Молодые. Молодые. Желания нет. И все на это. Поэтому, конечно же, вот эти формы, безусловно, они должны совершенствоваться. И они будут совершенствоваться. И сколько, я думаю, и мы это переживем, и другие придут, но сто процентов сегодня завтра, конечно же, никто эти вопросы не решит. А бюджет поддерживает, поддерживает, на будущий год. Там более ста миллионов именно только на эти направления заложены. Вот, 15-го будет законодательное собрание, где во втором чтении будет приниматься бюджет, и на остальные все направления, я не хочу про остальные говорить, я думаю, и поговорили, но это не по месту, видимо, дня сегодняшнего нашего конференции. А то, что вместе легче, и каждый каким-то определенным направлением занимается, а вместе получается конечный и нужный продукт, который нужен сегодня, в этом, наверное, никого нужно. Спасибо. Ну, на самом деле, Вячеслав Николаевич, мне кажется, у Владимира Ивановича кооператив очень сильный и самый правильный, который просто никогда не будет разрушен. У него кооперативы Владимир Иванович, Николай Владимирович, Марина Владимировна. Это самый сильный кооператив, который будет работать на многие-многие поколения. Ну, окунаясь в историю уже этого тренда, почему у нас на сегодня вот такое сложное двоякное отношение кооперативам. Потому что все сегодняшние кооперативы это наследие 70-летнего советского периода и зачастую решения принимаются вот так, как в анекдоте Виктор Георгиевич рассказал. директор фаширу директору, брат председателю, брату председателю. Да, молодец, правильно, проголосовали. И во многом, поэтому, наверное, сегодня вот такое сложное и неоднозначное отношение кооперации и, наверное, отторжение нас всех, общества, от кооперативов. Но вот побывал во многих странах, в том числе и в Валентине, Святого Георгиевичем, задержал в определенный момент вновь забитно, потому что там кооперация на самом деле очень серьезная, на разных уровнях, и как-то вот люди налаживают контакты, умеют организовать бизнес, и на самом деле получают достойный результат. Ну а у меня учителя, учителя всегда если что-то делают, задавая вопрос. Зачем? Ну зачем вот не брать соседов кооператив? Зачем он не нужен, если я сам исправляю? Да? Конечная цель на сегодня любого бизнеса это иметь бизнес от поля до привата. То, что мы на сегодня видим в вертикально интегрированных и ориентированных холдингах, они стремятся произвести на поле, вырастить сильнее, вырастить КРС, переработать на своем бизнес-комбинате и продать на своем прилавке. Вот это идеальная бизнес-модель, которой нужно, я думаю, на сегодня стремиться всем. Способен ли малый, средний фермер выстроить вот эту бизнес-модель? Ну конечно он не способен. Ни организационно, ни финансово, ни в плане компетентов. Правильно? Поэтому почему на сегодня кооперация на таком уровне развития? Ну та же Аргентина, Латинская Америка, Европа, они в сегодняшней кооперации шли 300 и более и получили то, что сегодня мы видим. Кооперацию высокого уровня. Сколько мы двигались вот такой цивилизованной кооперации? Тридцать. Да? И как мы видим уже, тем не менее, положительные примеры, вот такой совместный действий, они есть. да, они, наверное, сегодня в зачаточном состоянии. Но они есть. И с учетом того, что в любом направлении бизнеса на сегодня конкуренция растет, а, соответственно, маржинальность любого бизнеса падает, вынуждены, мы будем вынуждены исключать вот эти все промежуточные изменения и объединяться в кооперацию. На сегодня общество, экономика становится, как бы там на кухне не ругали государство, не ругались правительство, но тем не менее, неважженным глазом видно, что на сегодня наша экономика и общество становятся более цивилизованной. Это видно по многим, многим, многим показателям. Это и совершенствование законодательства, то, что Виктор Иванович сказал, принимается законодательство на сфере фермерской продукции, и оно будет совершенствоваться. Я вижу эти тренды на федеральном уровне, и это правильно. И, безусловно, в этом ключе мы просто неизбежно придем к кооперации. И те, кто не придут к кооперации, они просто уйдут изобольные, они уйдут с эго, они будут не конкурентны, они потеряют свою нишу. Поэтому, подводя итог, кооперации кооперации будет однозначно, и иного уйти у нас просто не будет. И государство в этом, я думаю, заинтересовано, как никто, потому что, ну, все вот эти мегаболдинги зачастую сложно понятны, сложно управляемы. А что такое кооператив? Это множество мелких собственников. Никто как собственник более заинтересован в развитии своего бизнеса. А вот в такой огромной машине, как крупный холдинг, хотя я сам выходил не из самого амуального бизнеса, но, тем не менее, я считаю, что будущее этой страны это именно за малым и средним бизнесом, который управляет собственником. Ну, а этот бизнес неизбежно объединится в кооперативы или уступит свое место кому-то другому. Спасибо. Вот четверть совершенно уверены, что это хорошая возможность для дополнительного бизнеса на себе. И достаточно много людей готовы организовывать самостоятельно или с господдержкой. А у нас в Ростовской области есть пример интересного хозяйства, которое и само выращивает, и перерабатывает его на хлеб, на разные другие продукты. Вот, еще и занялось агротуризмом. Это биохутор Петровский. И я хотела бы попросить Алексея Ивановича Щепетева так, а микрофон есть, отлично, рассказать о получении этого гранда и о перспективах развития. Добрый день всем. Ну, много здесь говорить не надо. Все мы понимаем, в какой ситуации сегодня находимся. Но, тем не менее, мы пошли на этот путь. Мы, ну, он как бы имеет основания, водопрогу, еще, в общем-то, начиналось. С 2010 года мы начали заниматься ароническим производством, то есть, без применения и химии, и удобрений, и пестицидов. Ну, как бы, преуспели на этом поприще. Уже работаем мы, 12-й год работали, много чего прошли, ну, и в итоге мы поняли, уже буквально на третий год работы, поняли, что без переработки, без постановки нашей продукции, упакованной, правильно оформленной на прилавке магазина ничего не получится. Поэтому мы создали переработку нашей продукции, глубокую, и начали мы печь очень-таки интересные хлеба. Это у нас хлеб из проросшего зерна, область клетки, жаные, делаем хлопья, делаем крупы, что еще. Ну, в общем, и пошли еще дальше, потому что у нас в процессе всего этого производятся отходы определенные, вот, и мы завели птицу висушку, все у нас сертифицировано на органику, вот, поэтому сделали упаковки, сделали соответствующие документы, и сегодня мы представлены практически во всем ритерии в Ростовской области, в Краснодарском крае, Воронеж, Москва. Вот. И на базе всего этого мы уже подошли к тому, что у нас образовалась нормальная команда, такая молодежь, которая меня уже как-то подвигает вперед, уже как процесс запущен, он идет уже где-то, может, даже без меня, но оно идет. Поэтому мы с августа месяца 21-го года начали экскурсии в области агротуризма и промышленного туризма, то есть здесь мы уже как бы немножко дальше заглянули, в том плане, что в сегодняшний день у нас огромные проблемы, не только у нас у всех здесь сидящих проблемы с кадрами, в том, что молодежь, все это знают, поэтому мы начали эти экскурсии для школьников, стали приезжать семьи с детьми, даже проездом с Черного моря, кто движется в сторону Москвы, в основном на обратном пути, заезжали, смотрят, присутствуют, видят, вот, ну и дальше мы решили, что пора нам сделать, наверное, эго-карты, которые будут существовать, и люди смогут питаться в этом отеле полностью по органическому питанию, по органическому питанию, ну и соответствующие программы. в том, сейчас в том, допустим, в Краснодар, участие в производстве определенных продуктов, которые мы делаем, ну и много чего еще. Ну и также в этих рамках популяризации всего этого и продукции, и астрономии, и путешествия, то бишь, туризма аграрного, чтобы люди видели. Честно говоря, с огромным интересом люди к этому относятся, и очень даже приятно это слышать. То, что было раньше, мы потихоньку возвращаем, потому что мы еще помним, как это все было. наши дети уже этого не знают. Вот. Но внуки с интересом этим уже занимались. Надеюсь, что что-то вернется назад, и это все проедет. В этих рамках мы тоже сделали. Уже два года подряд мы проводим сельский фестиваль туризма и астрономии. Называется футер-фест, проходящий последнюю субботу августа. в этом году уже у нас очень довольно прилично состоялось. Много было посетителей. Мы приглашаем фермеров с качественно проверенной продукцией. Мы организовываем различные мастер-классы. Мы приглашаем всех неравнодушных. Ну, и, соответственно, уже есть культурная программа. В этом году уже у нас даже порядка тысячи человек присутствовало. Но мы проводили полтора дня, планировалось два, но в силу еще некоторых причин народ разъезжается. Погода была не очень. Но, тем не менее, уже в этом году у нас остановилась даже с ночевкой стояло порядка полусотни палаток. Я вам скажу, такие палатки не двухместные. Вот. Поэтому народ отдыхал хорошо. И, самое главное, тенденция в том, что люди подходили и говорили. Огромное всем спасибо организаторам, в том плане, что нас никто здесь не насиловал. Идите туда, иди сюда. Делайте то, делайте то. Каждый находил себе занятие по интересам. Кто-то в гамаке лежал, кто-то в мастер-классе участвовал, кто-то на сборках катался, кто-то слушал музыку вечером, под открытым небом на дюках провели огромный шум экраник, провели показ фильма, как это раньше было под открытым небом, костер, строящие, гитары. В общем, было полнейшее удовольствие. Поэтому, рекомендую всем, для продвижения своей продукции, ну, проводи какие-то мероприятия. Это интересно, люди едут с удовольствием, и, в общем, я думаю, что любому сельхозпредприятелю ну, пойдет на пост. Это глава КПК Молчанов. Моя тема – это виноградовство и виноделие. На данный момент, насколько мне известно, в России нет ни одного кооператива виноградовского винодельческого, в Ростовской области точно. Одно из препятствий к образованию кооператива – это непонимание Росалкогольного регулирования какой-то собственности, как кооператива, и они не могут дать лицензии на кооперативы винодельческие. Поэтому, у меня такой вопрос, Виктор Георгиевич. Как Вы видите развитие кооперации именно в виноградовстве и виноделии, и можно ли как-то повлиять, чтобы Росалкогольное регулирование изменило свою точку зрения и все-таки на кооперативы начали выдавать лицензии? То, что соседи нас опережают, это действительно факт. Мы услышали критику снизу и критику сверху. Наш сенатор Яцкин, Андрей Владимирович, сейчас председатель комиссии, там есть комиссия, которая определяет, дает награды за органическую проблему. Он нас тоже критикует, и критикует правильно. Поэтому, мы уже в этом году, Игорь Владимирович, Игорь Владимирович, Игорь Владимирович, подумаем, как исходя из бюджета, который существует на сегодняшний день, просубсидировать производство органической продукции. Я думаю, мы найдем какое-то решение. Игорь Владимирович, то, что касается, в общем, производиме фермерской продукции, мы все-таки, отвереется, у нас сельские оперативы, расстройства, у нас сельскохозяйственные, и малых комхозяйственных, бюджетских хозяйств. Мы видим разные, и реализация продукции, реализация продукции – это один из основных вопросов. И, конечно, я возвращаюсь к тому документу, который пришел, и определение венгерской пищевой продукции. Ну, вот оно больше, вот это определение, она кинет, я не хочу зачитывать, оно больше, ну, тут без добавок, ароматизаторов, и так далее, пестициды, гербициды, то есть, это фактически, то, что здесь написано, это фактически органическая продукция. У нас есть очень большой результат, и здесь говорил Сергей Николаевич, о социальной сфере, которая, к сожалению, на сегодняшний день, и деньги, которые заложены в бюджеты, не дают нормально там работать. И туда приходят недобросовестные поставщики, которых мы постоянно где-то вылавливаем, отлавливаем, убираем, которые поставляют некачественную продукцию, но, тем не менее, есть позитивный инфликт, и тоже молоко, более 80% социальную сферу поставляется все-таки произведенное в Ростовской области. При этом я хочу отметить, что рынок социальной сферы, который потребляет, это 4,1 миллиарда рублей. Это большая цифра, и, конечно, я думаю, что к оперативам, сельскохозяйственным фермерам зайти на этот рынок обязательно нужно. Поэтому, я думаю, какая-то еще резолюция конференции будет. У меня предложение все-таки отметить в резолюции и дать нам поручение вместе с Вячеславом Николаевичем, и Николаем Александровичем проработать, как все-таки. Мы же помним, когда была конференция по продовольственной безопасности, последняя, и тогда и Данкверд, Роспотребнадзор, и Попова, Роспотребнадзор, Василий Юрьевич, и тогда еще и Министр Ткачев, и они обсуждали, как дать качественную продукцию нашим детям, чтобы дети в нашей школах, чтобы больные в больницах и так далее кушали все-таки качественную продукцию, без всяких ароматизаторов и добавок. Поэтому, я думаю, что если вы поддержите вот это предложение, чтобы дать все-таки вот малым формам хозяйства, потому что там вознуждают обычно большие, тех, у которых там стоят ультра, огладители, ультрапартипастеризаторы, чтобы мы вот эту нишу использовали. Я донесу эту позицию конференции, Николай Александрович слышит, и до Совета Федерации, сейчас эта система прорабатывается, и я думаю, что нас услышит, и мы какой-то кусочек рынка сможем все-таки забрать, для того, чтобы этот рынок занял продукцией малой формы хозяйства. нет возражений? Нет. Аплодисменты нам в конференции обратиться к нашим коллегам, я думаю, министр сельхозвит эту работу включится, для того, чтобы все-таки поправить, можно на правовую базу закон конференции. Мне кажется, уже эти 30 лет нам показали, что там есть правительство, над ними нужно работать. То, что касается кредитования, естественно, вернее, ассубсидирование раньше, чем у нас сейчас существует, мы эту тему рассмотрим и ответим. может быть, если это будет получаться, неправильно оборечить законодательство, прокуратура нам это согласует, мы пойдем на то, чтобы давать начинку. Понимая при этом риски, что только то, что создаваемое предприятие, она всегда может не выполнить те обязательства, которые она на себя берет. И было пожелание опять можно при резервной конференции, Сергей Николаевич, сказал, говорит, 60 на 40 много, давайте 80 на 20. 80 сдавало государство, а 20 сдавало кооперацию. Нет возражений? Включили? Обращение такое. Но на вопросы я ответил. Предложение в резолюцию дал, я думаю, что они у вас есть предложение с еще одной штук, вы резолюцию подготовитесь, эту резолюцию направили на губернатора, на законодательное собрание. Поэтому я думаю, что, конечно, основная тема церковская операция, которую мы сегодня рассматривали, и конференцию проводили, она очень важна. и, вот, наверное, не говоря на то, что это сложная организационно-правовая форма, она, наверное, все-таки наивысшая форма, требующая экономической, социальной, политической зрелости участников кооператива. и, конечно, эта форма помощь. Я думаю, что мы слышали там и 100 лет, и 300 лет, и 30 лет. Действительно, это требует какого-то временного периода, чтобы мы эту форму осмыслили, и все-таки подошли. Конечно, все это начинается со школы. и, конечно, воспитание людей, которые любят труд. Это, конечно, задача нашего лучшего образования, среднего и высшего образования. Мы, опять же, в школу архитекту посещали школу, в которой готовят работников для сельского детеста. Занятия там начинаются с 4 лет до 19. Они сами себе готовят, телефонами запрещены им пользоваться. Они занимаются животноводством, растительством, они учатся ездить на техники. У нас, к сожалению, законы запрещают вообще детский труд. И там они формируют человека труда, который любит труд, который по-другому в своей жизни Мы, к сожалению, в последнее время воспитываем потребительское общество. Это действительно так. И здесь нам нужно совместными усилиями поговорить о кадрах. и понимаем, что у нас кадровый голод. Не все говорят, не в сельское хозяйство. Может быть, это мы и зарплату еще не закрываем. но начинать постепенно, по-депутому. Это задача не одного года, не одного десятилетия. Я уверен абсолютно то, что у нас сейчас общественно-политическая формация она не идеальна, то, что мы создали. Мы вначале разрушили капиталии, потом разрушили социализм. И сейчас определенную политическую формацию создаем. Опять же, вспомним Аркетину. Николай Александрович говорит, мы живем лучше. Вот мы живем лучше. У нас лучше дороги, у нас лучше безопасность. Да, в сельском хозяйстве они нас опережают, но мы лучше общество более стабильно. У них 130 курсов и так далее и тому подобное. Инфляция, дороги сумасшедшие. Наше государство стабильно движется вперед. Я думаю, что наше государство очень-то лучше. но у нас нет предела совершенства. И поэтому кооперация, я считаю, это то, к чему всем нужно стремиться. Потому что только в кооперации введением все усилий мы можем достигнуть наилучшего результата и, конечно, наилучших доходов и прибыли для своих предприятий. Поэтому я хочу вам всем пожелать прежде всего здоровья и успехов на вашей непростой работе. Она работа, которая производит продукты потребления, которая кормит всю страну. Всем вам всего доброго и спасибо. И спасибо. И субтитры